Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. В Париже сегодня прошла торжественная инаугурация нового главы республики в условиях беспрецедентных мер безопасности. Чего ждут от Макрона французы и не только, узнаем от Алексея Пшемыского. Вертолеты, автоматчики и надежды на лучшую жизнь. Франция чествует нового главу республики. Торжественные мероприятия начались с самого утра. Макрон встретился с Франсуа Алландом. Вместо запланированных 20 минут лидеры общались более часа. Напоследок Алланд передал новому главе республики коды от так называемого ядерного чемодана. После прощания с предшественником Макрон принял орден почетного легиона, принадлежавший еще Наполеону. Мир нуждается в сильной Франции и у нас есть все для того, чтобы сделать нашу страну великой державой 21 века. Я приложу максимум усилий для этого. Рынок труда будет либерализован. Мы намерены поддерживать инициативу бизнеса. Именно борьба с безработицей, снижение налогов и развитие бизнеса станут первоочередными задачами нового президента. Сильная Франция – залог будущего Евросоюза, уверен он. Избрание 39-летнего Эммануэля Макрона, бывшего министра экономики, многие назвали выбором между здравым смыслом и популизмом Марин Ле Пен. Мы не хотим ультраправых, мы хотим такого, как он. Я рада за Францию, это исторический момент. Его избрание – большое облегчение для всех. Он молод, полон идей, он хочет привнести перемены. Почему бы и нет? Нам всем это нужно. Макрон – самый молодой президент. Это его преимущество и в то же время главный недостаток. Реформы потребуют поддержки в парламенте, который сейчас у него нет. Для этого французам придется еще раз довериться Макрону, проголосовав за его партию на парламентских выборах, которые состоятся в июне этого года. Избрание молодого, но полного надежд Макрона многие уже сравнили с сеансом психотерапии для Франции, которая до сих пор живет в режиме чрезвычайного положения. А все больше молодых людей в стране не могут найти работу. Однако, если новому президенту не удастся ответить на главные проблемы – кризис беженцев, терроризм и безработицу – этот сеанс рискует обратиться к глубокой депрессии, которая может стать фатальной для всего Евросоюза. Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала Интер. Весенская аутер А.